Коллеги, добрый день. Меня зовут Зиненко Сергей, и я директор по развитию проекта DJU. Моя задача создавать продукты, чтобы наши инвесторы зарабатывали прибыль. На вебинарах вы не раз видели Алексея, нашего SEO Александра, директора по стратегическому планированию, а также технического директора Петра. Сегодня я впервые провожу вебинар и с гордостью представляю вам наш первый продукт, который будет зарабатывать деньги для наших инвесторов. Этот продукт DJU Wealth. DJU Wealth – это децентрализованные финансы. Будущее уже здесь, с нами. Теперь я расскажу вам, что это такое. Мы пройдемся от самого начала, расскажу, как на этом зарабатывают деньги, и как на это будем делать мы, и как будут зарабатывать деньги наши инвесторы и наши акционеры. Мы начнем с самого простого, с того, что такое блокчейн. Я думаю, что вы слышали этот термин и в курсе, что блокчейн – это просто распределенная база данных, записи, в которой нельзя сфальсифицировать. Это особенно важно для финансовой информации, которую нельзя в результате этого ни взломать, ни украсть, ни подменить, ни изменить. Это критически важно для финансовых приложений. Думаю, все слышали, что такое биткоин – это первая криптовалюта, еще его называют цифровое золото. Биткоин редкий, будет выпущено не больше 21 миллиона биткоинов. Биткоин делимый, его можно легко делить на 100 миллионов частей. Биткоин портативный, он ничего не весит, умещается практически в любую электронный носитель. И биткоин не изнашивается. Биткоину не хватает только одного качества, чтобы он стал идеальными деньгами. Биткоин еще не является всемирно популярным. Но как только он таким станет, это будут идеальные деньги. Также я думаю, что вы слышали про сеть Ethereum, криптовалюту Эфир. Что такое сеть Ethereum? Это криптовалюта Эфир и глобальный компьютер Эфир. Еще его называют Ethereum Virtual Machine. То есть, чем отличается Эфир от биткоина? Это тоже криптовалюта, но еще и глобальный компьютер. На этом глобальном компьютере любой человек может запустить свое приложение, заплатив небольшую плату, небольшую комиссию, которая берется как раз в криптовалюте Эфир. Что такое смарт-контракты? Смарт-контракты это так называемые умные контракты. Это такие особые программы, которые живут как раз на блокчейне Ethereum. Они созданы на платформе Ethereum и исполняются глобальным компьютером Ethereum. Вы спросите, зачем смарт-контракты нужны для бизнеса? Отвечаю. Смарт-контракты это практически идеальный способ вести бизнес-эбирации. Вот представьте, первое, все будет так, как вы договорились, потому что все условия записаны в компьютерном коде. Второе, смарт-контракт невозможно подделать, невозможно уничтожить, изменить, порвать, потерять или куда-то деть, потому что он живет в блокчейне, а в блокчейне записи нельзя никак убрать. И, наконец, третье, глобальный компьютер Ethereum, его нельзя подкупить, его нельзя запугать, нельзя сделать так, чтобы он работал не так, как предусмотрено в смарт-контракте. Теперь перейдем к сути того, о чем мы будем рассказывать. DeFi, децентрализованные финансы. Какие бизнесы уже работают на блокчейне Ethereum и уже приносят прибыль? Первое, это обменники и биржи. Второе, это банки, то есть это реальные структуры, которые принимают депозиты на смарт-контрактах и могут кредитовать под залог криптовалют. Второе, это эмитенты стейблкоинов, таких как Tether, USDC, DAI и некоторых других. Четвертое, это лотереи, абсолютно честные и прозрачные лотереи на смарт-контрактах. Пятое, платежи, шестое, страхование. И еще много-много бизнесов есть в настоящее время на смарт-контрактах. Я перечислил самые крупные направления. Очень важно то, что эти бизнесы уже сейчас работают и сейчас генерят прибыль. Проблема большого количества блокчейн-проектов была в том, что они не научились зарабатывать. Но сейчас то, что происходит, уже это случилось. Это уже работающие, настоящие бизнесы, люди пользуются и они зарабатывают. Можно сказать, что родилась целая новая децентрализованная экономика. Да, децентрализованная экономика есть, она работает. И вот сегодня мы смотрели новость от руководителя биржи Binance. Он говорит, что DeFi-обменники могут съесть мой бизнес. И это реально так и есть. Поэтому он вкладывается в DeFi, правда, на отдельных смарт-контрактах, на отдельной сети. Но это будет работать. Это понимают все, кто находится в авангарде этой индустрии. Но вернемся к нашим вопросам. На чем зарабатывают DeFi-обменники? Да все просто. Как и все обменники, они зарабатывают на комиссиях. Комиссии могут отличаться. Например, на DeFi-обменниках в протоколе Curve комиссия 0,04%. В протоколе Uniswap, это лидер рынка на сегодняшний момент, комиссия 0,3%. Эти протоколы берут кусочек денег от обменных операций и эти деньги остаются в протоколе. Дальше я расскажу, как в этом поучаствовать и что для обычного пользователя это может означать. Давайте сравним обычные биржи и DeFi-обменники. Обычная биржа. Комиссия минимум 0,1%. В DeFi-обменниках комиссии начинаются от 0,04%. В обычных биржах на крупные суммы необходимая верификация. DeFi-обменники. Можно менять анонимно и в любых объемах. Третье. Иногда биржи требуют подтвердить источник средств. Могут заблокировать средства или заморозить. DeFi-обменники. Блокировки и заморозки невозможны. Код смарт-контракта открыт. Вы всегда видите, что будет происходить в результате вашей обменной операции. Обычные биржи. Вам сначала нужно завести туда криптовалюту. Потом произвести обменную операцию. И только затем вывести. Обычно это занимает не менее 15 минут. DeFi-обменники. Вы можете провести обмен за время 15, 20, 30 секунд. Практически оп и обмен свершен. И наконец в обычной бирже могут неправильно исполнять ордера. Могут происходить какие-то ошибки. Могут быть задержки с выводом. Смарт-контракт работает идеально. В соответствии с тем, как прописано в его коде. Я бы здесь акцентировал внимание. Сказал, что буквально за несколько минут до начала видеопрезентации мы получили новость о том, что руководитель крупнейшей криптовалютной биржи в мире, биржи Binance, сказал, что DeFi-обменники могут уничтожить его бизнес. И это важный момент. Прям посмотрите эту информацию. Потому что всем становится очевидно, что децентрализованная экономика это намного удобнее, намного проще, быстрее и безопаснее. И дешевле, что немаловажно. Давайте посмотрим, кого выбирают люди. Какие обменники выбирают люди. 31 августа, буквально месяц назад, оборот только одного DeFi-протокола, Uniswap, это лидер рынка, превысил оборот всей биржи Coinbase. А биржа Coinbase, это биржа, которая находится в США и входит в топ-3 криптовалютных бирж. Второе. Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, проводит обменные операции для своих клиентов через DeFi-обменники. На чем они зарабатывают? Все очень просто. Комиссия Binance 0,1%, а в DeFi-протоколах 0,04%. То есть, я правильно понимаю, когда мы меняем через Binance, Binance то же самое меняет в DeFi-обменниках, а разницу в комиссии забирает себе? Да, это происходит не на всех валютных парах, но на валютных парах, которые работают в виде токенов на блокчейне ETHIR, Binance конкретно производит обменные операции, зачастую в таких DeFi-обменниках. А нам, по сути, перепродают эту услугу. Давайте посмотрим, сколько денег уже доверено DeFi-бизнесам. На ваших экранах график. На нем видно, что на текущий момент DeFi-бизнесам доверено больше 10 миллиардов долларов в криптовалюте. На графике также видно, что бурный рост этого объема доверенных средств начал производиться примерно с июня этого года. И мы находимся в самом начале тенденции роста этого сектора бизнеса. На этом слайде вы видите объем торгов на DeFi-биржах, на Московской бирже, на Токийской бирже, на Нью-Йоркской бирже и на рынке Форекс. На этом слайде очевидно, что объем обменных операций на DeFi-биржах сейчас очень-очень маленький по сравнению с реальным сектором. Это означает то, что эти цифры будут существенно расти, потому что DeFi-обменники дешевле, проще, и люди постоянно ими пользуются. Давайте обдумаем, на какой стадии находится DeFi-бизнес. В самом ли мы начале, так сказать. Ну, факт номер один. Бурный рост пошел с июня 2020 года. Вот буквально только-только. На сегодняшний день лишь 400 тысяч людей, по приблизительным подсчетам, пользуются услугами DeFi-бирж и DeFi-обменников. С другой стороны, биткоин-кошельки есть у 50 миллионов человек. Уже по последним данным, по-моему, больше 100 миллионов. Да, это цифры постоянно растут. Здесь какие-то точные оценки сделать очень сложно, но в любом случае сравните 400 тысяч и 100 миллионов, 400 тысяч и 50 миллионов. Очевидно, что эта цифра будет расти. Все больше, больше людей будут пользоваться этими услугами, потому что это быстрее, это безопаснее и это удобнее. Что все это означает для нас с вами? Первое. На смарт-контрактах уже работает настоящий бизнес. Этот бизнес предоставляет услугу, которая востребована людьми. Люди уже готовы платить за эту услугу, и они платят за нее. Это означает, что DeFi-проекты работают, получают выручку и прибыль. И, наконец, пятое. DeFi-бизнес выигрывает конкуренцию у обычной биржи. Друзья, будущее уже наступило. Децентрализованная экономика уже рядом с вами. Мы, может, ее не замечаем, мы не видим, как эти двигаются финансовые потоки, но они уже двигаются, уже работают. Эти бизнесы уже зарабатывают. Знаете, здесь такая аналогия напрашивается. Может быть, кто-то помнит, как появлялся интернет, как это все было медленно, неудобно, какие были некрасивые интерфейсы. И никто не мог даже предположить, что интернет позволит делать то, что мы делаем сейчас, чтобы вы удаленно, например, в другой стране смотрели это видео. Так вот, сейчас тот самый момент, когда этот интернет, только как децентрализованные финансы, появляется в жизни. И это момент, когда на этих технологиях можно заработать. Удалось ли вам кому-нибудь заработать на технологии интернет, когда он зарождался? Вот сейчас тот самый момент в этом секторе. Кстати, многие называют это интернет-денег. Децентрализованные финансы – это интернет-денег. То есть, поэтому аналогия Александра вполне оправдана и так и есть на самом деле. Я думаю, у многих из вас есть вопрос в голове. Как на всем этом можно заработать? И мы расскажем об этом. Давайте обсудим, как работает обменник. Чтобы запустить обменник, нужно что? Нужен кассир, нужен запас, например, рублей и долларов, или, например, вашей валюты и долларов, или, например, евро и долларов. И также нужен охранник, ну и иногда нужен бухгалтер, чтобы все эти операции учитывать и считать прибыль этого обменника. Что же нужно, чтобы работал обменник на смарт-контрактах? Дефай-обменник. Первое. Нужен смарт-контракт, который представляет собой кассира, бухгалтера, охранника. Все в одном лице. Все это в одном смарт-контракте. И второе, что необходимо, это необходим резерв криптовалюту. Все просто. Точно так же, как с обычным физическим обменником, который работает у нас в стране, в других странах, и еще будет работать, я думаю, достаточно долгое время. Откуда запас криптовалюты в DeFi-обменнике? Любой владелец крипты, я, вы или любой другой человек, может предоставить ее обменнику и стать поставщиком ликвидности, так называемым ликвидити-провайдером. То есть, что это означает? Фактически передать криптовалюту смарт-контракту, который проводит через этой криптовалюты обменной операцией. 24 на 7 хоть каждую секунду. Вы спросите, а зачем я или вы предоставляют криптовалюту такому обменнику? Все очень просто. Обменник распределяет свою комиссию между поставщиками ликвидности. Например, в пуле, в обменнике 100 миллионов долларов. Через пул обменяли 10 миллионов долларов. 0,3% от 10 миллионов это 30 тысяч долларов. Соответственно, 30 тысяч долларов в день распределяется между теми, кто предоставил эту криптовалюту. От чего зависит доходность поставщика ликвидности? Первое, это в какой именно DeFi-обменник он отдал свою криптовалюту. Второе, какие именно криптовалюты туда отданы? Третье, это объем обменных операций. Если пул одинакового размера, то чем больше там происходит обменных операций, тем больше комиссия и тем больше распределяется поставщику ликвидности. Четвертое, это изменение курсов переданных валют. И, наконец, пятое, это как часто мы перемещаем криптовалюты между разными протоколами, чтобы найти протоколы, найти обменники с самой интересной доходностью. А подчеркиваю, доходность это зависит от того, от соотношения, сколько в пуле денег и сколько обменных операций там произошло. Давайте сравним, что интереснее, заниматься этим самостоятельно или доверить эти операции нам. Первое, вопрос достоверной информации. На рынке практически невозможно найти достоверную информацию, какие доходности исторически складывались на каждом протоколе. Для того, чтобы мы это делали, мы создали специальные автоматизированные системы, которые обращаются к блокчейну Этериум и выстраивают исторические графики. Какая доходность в каждый момент времени была в каждом обменнике. Второе, для самостоятельной работы требуется очень много времени и усилий. Если вы передадите криптовалюту нам, чтобы мы размещали в полах ликвидности, от вас это ничего не потребует. Сергей, скажи, требуется много времени и усилий. Это сколько? Сколько времени сейчас ты тратишь на этот проект и сколько человек задействовано у нас в команде? Сейчас над этим проектом трудятся два партнера, технический директор, два девелокера и дата-аналитик. Всей этой командой мы в постоянном режиме мониторим, что происходит на рынке и выискиваем самые-самые интересные возможности. Чисто теоретически, если у вас достаточно большой объем капитала, с одной стороны, с другой стороны, очень много свободного времени, вы можете это делать самостоятельно. Если у вас нет такого количества капитала и у вас есть какой-то другой свой бизнес или какая-то своя работа или еще другие точки приложения ваших интересов, самое разумное доверить эти вопросы нам, потому что мы с ними справимся однозначно. Очень важно, что для того, чтобы размещать средства в полах ликвидности, вам нужны специфические знания. Вы должны понимать, какие полы есть, как они работают, как работает блокчейн эфира, как сэкономить на комиссиях, как определять доходность пула. Вся эта информация есть у нас. И если вы доверите средства нам, мы все эти вещи знаем, как делать и делаем их прекрасно. Важная штука это высокие комиссии. Если вы делаете это самостоятельно, то вам нужен достаточно большой объем капитала, чтобы ваша прибыль не была съедена этими комиссиями. Почему так? Потому что в сети эфир сейчас происходит бурное развитие этих бизнесов и за счет этого комиссии выросли в десятки раз. То есть, например, разместить в каком-то пуле может стоить 40 долларов. Если, например, у вас капитал 1000 долларов или даже 2000 долларов, вы только за одно размещение можете отдать, грубо говоря, больше процента. И эти комиссии, они окупаются только тогда, когда у вас достаточно большой объем средств. Мы будем управлять вашими средствами суммарно, агрегированно, и поэтому эти комиссии для нас будут не особо заметны. Ну и если вы делаете самостоятельно, вы получите всю доходность. Если вы работаете с нами, часть доходности заберем мы, но что получите вы в ответ? Давайте обсудим. Мы применяем системы, построенные на основе искусственного интеллекта для того, чтобы предвидеть, куда перемещаются средства и где появятся самые интересные возможности для зарабатывания. Наша система предиктивной аналитики строит такие очень интересные непростые математические модели, которые может на день, на два, на несколько вперед смотреть, исходя из перемещения средств в блокчейне, что будет происходить и где будут самые интересные возможности. То есть, если проще попробовать сказать, то что делает наш искусственный интеллект? Первое, он собирает всю информацию с блокчейна. Второе, анализирует, что происходит, куда происходит движение средств. И третье, делает выводы, делает предикшн, работают предиктивные модели, куда стоит разместиться, исходя из того, чтобы была максимальная доходность. То есть, если, например, сравнить это с обычными обменниками, например, это мы знаем, где какой курс, где когда будут сколько покупать и где будет собственно большая доходность от размещения средств. Совершенно верно, именно так. Давайте поговорим о предполагаемой доходности. Мы ориентируем наших инвесторов на доходность от 40 до 90 процентов годовых в крипте. Это примерно от 3 до 7 процентов в месяц. Сейчас фактически наши доходности иногда превышают 10 процентов в месяц. Но мы понимаем, что отрасль развивается достаточно бурно, быстро, и мы консервативно смотрим на этот рынок, поэтому 40-90 годовых в криптовалюте. И еще не в наших правилах завышать ожидания. То есть мы лучше превзойдем ожидания, чем будем заявлять то, что не сможем обеспечить. Очень важно, что доходность выплачивается именно в той криптовалюте, которая была предоставлена. Почему так? Потому что вот допустим вы доверили нам биткоин, мы не продаем его, не превращаем в другую какую-то криптовалюту, мы вкладываем в пул, который, например, работает с биткоином и эфиром. И поэтому ваш заработок он будет в этой же криптовалюте. Следующий слайд это сила сложного процента. Обратите внимание, ваши деньги работают 24 на 7. Соответственно, то, что вы заработали, например, за час, эта же сумма работает дальше. Поэтому простой процент 3% в месяц за счет вот этого сложного процента ежедневного, ежечастного превращается примерно в 43% годовых. За 2 года это будет уже 50% годовых. Итого, ваши деньги работают на вас на правиле сложного процента постоянно. И за счет этого даже вроде небольшой размер доходности в месяц превращается в очень интересные годовые доходы. Коллеги, я рассказал вам о том, как это работает, какие примерно деньги на этом можно заработать. Теперь по условиям инвестирования. Я передаю слово Александру, он расскажет все подробно и максимально, чтобы вы понимали, что необходимо для того, чтобы поучаствовать в DeFi историю вместе с нами. Сергей, спасибо. Очень понятно, доступно. Ну и собственно переходим к нашему предложению, к нашему продукту. Условия инвестирования следующие. Минимальная сумма инвестиций тысяча долларов, потому что мы бы хотели, чтобы вы ощущали значительный прирост своего капитала. 50% от заработанных денег остается инвестору. 50% распределяется, я расскажу дальше, каким образом. Доходность в криптовалюте и принимаются в управление криптовалютой, 4 криптовалюты, биткоин, эфириум, USDT и DAI. Ну и доходность в той валюте, в которой вы инвестировали. И выводить денежные средства можно один раз в месяц. В принципе, можно выводить из смарт-контрактов, куда мы размещаем эти средства хоть каждую минуту, но это будет огромная нагрузка для нас по количеству операций, плюс нам придется ребалансировать портфель, поэтому было принято решение сделать вывод один раз в месяц. Как распределяется прибыль? Как я сказал, 50% прибыли уходит инвестору конкретно продукта DGU Wealth. Надо не путать с держателями долей DGU. Это отдельный продукт экосистемы DGU. 50% идет инвестору продукта DGU Wealth. 10% уходит в партнерскую программу. Это отдельная партнерская программа конкретно для этого продукта. И 40% распределяется на затраты на управление, вознаграждение команды и, самое главное, дивиденды держателям долей DGU. То есть держатели долей DGU могут не инвестировать в этот продукт и будут получать дивиденды от прибыли этого продукта. конечно же, мы рекомендуем, мы сами пользуемся этим продуктом и считаем его отличным предложением. Мы рекомендуем и этим продуктом воспользоваться и иметь еще и такой вид дохода. Как я сказал, 10% уходит в партнерскую программу. Она простая, три уровня, 5-3-2. Важно, что вознаграждение партнеров, дивиденды держателям DGU, прибыль распределяется исключительно с заработанных денег. Если говорить о рисках, какие возможны риски? В целом, мы оцениваем риск данного продукта как очень низкий. Это не трейдинг. Если по-простому, то мы даем деньги и за то, что пользуются этими деньгами и обмениваются, мы получаем комиссию. Давайте рассмотрим, какие могут быть риски. Дырки в смарт-контрактах. Вероятность этого риска низкая в нашем случае. Почему? Потому что мы их снижаем каким способом? Смарт-контракты имеют открытый код. И любой абсолютно человек может посмотреть, что там запрограммировано. И смарт-контракты вот таких децентрализованных бирж тщательно изучаются огромным количеством профессионалов, экспертов и плюс проходят независимые аудиты. Мы работаем только с такими проверенными смарт-контрактами или децентрализованными биржами. Риск проблем у имитентов стейблкоина. Например, закроется Bitfinex, который имитирует USDT. Как его нивелировать? Отказаться от USDT в пользу децентрализованного стейблкоина DAI, например. И у нас есть некоторые подобные решения еще. Курсовая разница. В данном случае риск отсутствует, потому что мы выплачиваем доходность и получаем доходность и выплачиваем доходность в той валюте, в которой инвестируем. Это не трейдинг. Это важно понимать. И какой есть еще риск, что DeFi обменниками перестанут пользоваться? У нас в презентации написано, что риск очень низкий, как мы оцениваем, но после заявлений главы Binance мы, наверное, готовы свести на нет. Если руководитель крупнейшей криптовалютной биржи говорит, что DeFi обменники способны уничтожить его бизнесы и сам теперь активно развивает это направление, то я думаю, что он понимает, куда движется весь рынок. Давайте для тех, кто следит или может быть не знает о нашем проекте достаточно. DGU Wells это один из продуктов экосистемы DGU. У нас есть DGU Voice, DGU Vision, DGU Education, где мы ведем разработки в области искусственного интеллекта. DGU Wells это продукт с искусственным интеллектом и блокчейн технологиями, который уже сейчас позволяет зарабатывать деньги и в декабре 2020 года позволит держателям долей DGU получить первые дивиденды в первый год работы нашей компании. Как мы собираемся развиваться и что уже было сделано? То есть со второго квартала мы начали проводить исследования, погружаться все глубже, видеть этот зарождающийся тренд, видеть увеличивающиеся объемы и автоматизировать процессы получения этой информации, процессы сбора и получения обработки этой информации. И в третьем квартале мы начали строить наши первые математические модели, прогнозировать, максимизировать, прогнозировать доходность и собственно начали управлять собственными деньгами, своими личными средствами и тестировать этот продукт. Потом сейчас прямо в моменте был разработан личный кабинет и он сейчас дорабатывается, чтобы вам было удобно этим пользоваться. Там в дальнейшем появятся графики, отчеты, удобный интерфейс, вывод. Сейчас есть возможность завести средства в той криптовалюте, в которой вы бы хотели получать доходность. следующим этапом мы автоматизируем процесс ребалансировки портфеля, предиктивные модели и в следующем году, во втором полугодии следующего года, мы рассчитываем эволюционировать в децентрализованную организацию со смарт-контрактами, где деньги вы будете передавать даже не нам, а в смарт-контракт, из которого вы в любой момент сможете их вывести и не нести рисков, что с нами что-то случится или у нас будет какой-то злой умысел, вы даже не будете передавать деньги кому-либо из людей, это будет просто договор, который прописан в смарт-контракте и решения, которые будут приниматься внутри этой децентрализованной организации, будут приниматься голосованиями тоже на смарт-контрактах. Мы в эту сторону идем, и я уверен, что мы это реализуем уже в следующем году. Кто следит за нашим проектом, видит, с какой скоростью мы двигаемся и все реализуем, я уверен, что это произойдет. И, конечно, как я и обещал, что для тех, кто, собственно, досмотрит это видео до конца, вообще, вы знаете, бывает часто так, что кто владеет большей информацией, всегда в более выигрышной ситуации оказывается. Так вот, я вас поздравляю, вы этой информацией владеете, и до 12 октября у нас действует уникальное специальное предложение, закрытое только для наших действующих инвесторов, то есть для держателей Долей Диджи Ю. Держатели Долей Диджи Ю могут на дополнительных выгодных условиях инвестирует в проект Диджи Ю Веллс, и тогда они будут получать не 50% от прибыли Диджи Ю Веллс, а 65%. Это спецпредложение действует до 12 октября или до первого миллиона долларов, который соберется в управление. Инвестировать в Диджи Ю Веллс вы можете уже в нашем личном кабинете, заходите, там появился раздел Диджи Ю Веллс, там вы можете выбрать криптовалюту, в которой хотите инвестировать и начать получать доходность от 3 до 7% в месяц. Я очень благодарю Сергея за такую подробную, понятную презентацию о сложных вещах простыми словами и добро пожаловать в новый мир! Спасибо, коллеги! Всего хорошего! Присоединяйтесь к нашим продуктам!